что мы можем предпринять что мы можем сделать если ученик чувствует что это не его выбор ученик не понимает зачем мне это надо эта тема этот урок это задание это не его выбор он его просто делает если есть возможность не делать он его не сделает какими нашими действиями мы можем дать ученику понять что он совершает выбор и он за этот выбор несет ответственность у него есть определенная свобода в том что он делает нам необходимо убирать контролирующие действия со своей стороны если он растет учиться в контролируемой среде там нет его воли там делаешь вот от забора и да и до обеда там делаешь потому что надо поэтому первые действия с нашей стороны это уменьшать контроль обязательно давать выбор ученикам в чем-то он 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 может быть совершенно разные друзья совершенно разные но предоставлять выбор потому что когда у тебя есть выбор ты выбираешь что-то и это уже твой выбор то есть ты уже взял на себя какую-то ответственность ты работаешь над этим и если друзья ваши ученики испытывают сопротивление негодование это конечно очень большого ресурса требует от нас но нам стараться быть эмпатичным к этому потому что это часть как я уже сказала это тоже часть учебной работы но когда ученик чувствует что его негативные эмоции акцептируются здесь в классе ему никто не скажет что ты еще указывать будешь какие задания мы здесь будем решать вот когда он чувствует что его негативные эмоции активируется он тоже начинает чувствовать себя в этой среде тем кто на что-то может влиять тем от кого хоть что-то зависит это то чувство которое рождает в человеке ответственность и очень важно чтобы они конечно вы понимали причинно-следственную связь